На этих кадрах задержание Вероники Нетунаевой. По заявлениям спецслужбы, она якобы планировала теракты на местных электростанциях. Как доказательство, ФСБ опубликовало кадры слежки за женщиной и якобы переписку с неназванными украинцами, которую нашли в ее телефоне. Вот только ни отправителя, ни получателя на кадрах не видно. А в самих сообщениях обвиняемая якобы передает координаты гидроэлектростанции для подрывов. Зачем украинским диверсантам понадобилась информация, которая есть в открытом доступе, в рапорте спецслужб не указано. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передача информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. Из заявления Центра общественных связей ФСБ. Только с начала недели ФСБ задерживала якобы диверсантов и шпионов в Петербурге, Новокузнецке, Казани и Свердловске. Такому разгулу силовиков способствуют и власти. В Госдуме хотят сажать на пять лет за так называемую пропаганду экстремизма. Соответствующий законопроект внесла партия «Единая Россия». Из-за очень расплывчатых формулировок, согласно закону, экстремизмом можно назвать любую деятельность, которую службы посчитают подозрительной. А помимо инициатив на общегосударственном уровне, рядовые россияне также не сидят сложа руки и активно доносят на своих сограждан. Так студентку Петербургского государственного университета вызвали на этическую комиссию после анонимного сообщения о ее антивоенной позиции в соцсетях. В данной публикации она говорит о подлом и несправедливом отчислении студентов, по ее мнению, в связи с нашумевшей историей с Белоусовым. А также публично оскорбляет других студентов. По ночам кучка сволочей в Петродворцовом учебно-научном комплексе кричит Гойда, при этом очевидно унижает и выражает пренебрежение к патриотически настроенным гражданам нашей страны. Из текста доноса на студентку СПБГУ Александру Зайцеву. В попытке доказать верность режиму отдельные предприятия начинают увольнять несогласных с войной России против Украины. Так в Кисловодске уволили водителя маршрутки, который выгнал мать участника российских оккупационных войск. Женщина начала громко выяснять отношения с другой пассажиркой за якобы телефонный разговор на украинском языке. Глава предприятия записал видео с извинением, где заявил, что якобы передаст на фронт «Газель». И пока россияне доказывают свою приверженность войне против Украины, государство репрессирует самих же российских военных. Так Госдума увеличила предельный возраст пребывания в запасе для всех категорий военных на пять лет. А за отказ ехать на передовую военным грозит тюрьма. В Адыгее за это контрактника посадили на два года с формулировкой «подрыв авторитета командира». Данила Кобза для телеканала Freedom